Укрепляет мышцы ягодиц. Он меня затерроризировал. Остаемся еще подкачать пресс. Поплаченная дружная команда. Хочу биги! 45 участников проекта «Хочу новое тело» скинулись по 1000 рублей. Тот, кто за 3 месяца похудеет больше всех, заберет все деньги себе. О питании, тренировках и прогрессе участников смотри в нашем еженедельном отчете. Хочу новое тело! Настрой боевой. Тренер супер. Все тренера супер. Здесь очень классный тренерский состав. О, тренер у меня Максим! Это просто террориз. Террориз. Ягодичный мост, он укрепляет мышцы ягодиц. Выдох и медленно опускаешься вниз в дом. Снова выдох. В принципе, это упражнение можно делать и дома, лежа на коврике. Только ногу поставить на пол. В верхней точке, когда мы поднимаем таз, очень важно максимально еще напрячь ягодицы. Ягодичную мышцу, чтобы она получила всю нагрузку. У меня персональный тренер Макарова Дарья попросилась ко мне, сказал, что мне надо жесткого тренера, чтобы гонял. Она смотрит мой пищевой дневник, что я ем. Иногда пища бывает правильная, но не очень вкусная, а иногда наоборот. Смена. Ставишь правую. Чуть вот сюда, немножко в колено. Когда заворачиваешь, поехали. Точно так же это упражнение можно делать двумя ногами. Обе ноги в качестве опоры у нас стоят пятками на полу, либо на какой-то нестабильной поверхности. Чем нестабильнее поверхность, тем больше мышц подключается. Вот. И точно так же мы поднимаем таз, но уже опираясь двумя ногами. Не могу никак подняться. Вон, поднимаюсь. Только тренажеры покажи, она уже испугается и начнет худеть. Ну, сама просила такого. Вот и получила. В этом упражнении уже раза с десятого, наверное, негодицы должна ощущаться, как минимум, гореть, либо чувствоваться напряжением. То есть, если вы не чувствуете, старайтесь именно в верхней точке, как я говорила вначале, напрягать дополнительно негодицы. Все, кто хотят утянуть свои ягодичные мышцы к лету, можно включить это упражнение. Даже маленькую крошечку морковки. Это что такое? Заставляет меня фоткать ему еду и отправлять. Вот после того, как он просмотрел, значит, то, что я собралась кушать, либо одобрил, либо нет. А кто будет контролировать? В любом случае нужен тренер, который в этом разбирается, понимает. У нас все тренеры как-то следят за тем, что едет их подопечным. И надо расслабляться. Сегодня мне помогает? Дисциплинирует. Уже думаешь, ага, что там прочтут и будут ругать. Сказала, мне надо жесткого тренера, чтобы гонял. Привыкла питаться два раза максимум в день, а тут надо пять. Все отварное, только пареное. Жареного нельзя. Он нас нашел. Гляните, что он там попил. А что, беги? Что едят тренера? Ох, нифига себе. Все, что мы едим, это обезжиренные продукты. Потом с ребенком приездил, опять же, на тренировку. Почему ты с собой ничего не взяла? Стыдно? Стыдно. Стыдно. Групповое занятие прошло интенсивно, но остались еще силы. Поэтому остаемся еще подкачать пресс. Выдох, вдох, выдох. Отлично, закончили. Вот видите, Наши ничего не дает мне есть. У тебя в голове сложилось такое мнение, что если это правильная еда, то это невкусно. Делай себе, преподноси это красиво. Как-нибудь украшайся. Некогда. Некогда, да это самая первая отговорка. Есть когда, было когда, чтобы лишний вес набирать. Даже когда человек знает, что ему можно есть, он не всегда может это приготовить вкусно, чтобы это было приятно. Так как я технолог, мне же легче. И что очень здорово, она делится своим опытом с другими ребятами и выкладывает рецепты. То голубцы с пекинской капусты придумаешь, то какую-нибудь запеканку творожную. Тренировки, конечно, получаются. Тренируется она твердо, исполнительно. Сила воли есть. Террорист. Для Нати это первый опыт занятий. Она молодец, старается. Не хочется, конечно, перехвалить, а то сейчас скажут, ну нормально, можно лежать на диване и ничего не делать. Не расслабляться. У нас еще очень много работы. Пишите обязательно на наш канал. Ты еще это не сделал? Боже мой, как ты живешь с этим? Тихонечку в общей массе вес уходит. Мы побудеем на 140 килограмм! Тихонечку в общей массе вес уходит.